В доме на улице Стрелковой есть нехорошая квартира. Как в бессмертном произведении Булгакова, только хуже. Жителя 101-й предпочитают обходить стороной, но забыть о себе соседям он упорно не дает. Выход с третьего этажа, отсюда Булгакова хренак нет. Стихло разобьется на третьем этаже. Булгакова, то банкон, значит. А каждый день он безобразничает, вызывает ежедневную милицию. Сам он инвалид, в ВТП сидел, ему ногу отняли. 60-летний мужчина, как рассказывают жильцы дома, по состоянию здоровья не работает, выпивает. А в последнее время то ли из-за болезни, то ли от скуки завел себе хобби – отравлять жизнь соседям. И очень преуспел в этом. Жители двух подъездов буквально не спят. День или ночь – неважно. Из 101-й квартиры постоянно доносятся либо звуки работающего телевизора, либо ударов по батареям. Там бывают иногда перерывы, когда у него деньги заканчиваются, но он либо по батареям колотит, стучит своей палкой, либо еще что-нибудь. Еще что-нибудь – это откровенное издевательство над окружающими. Ночами сосед любит взрывать в подъезде петарды. В общем, любыми способами привлекать к себе внимание. На этих записях видеокамеры, которую соседи установили в подъезде, видно, как коротает ночью мужчина. Вот в три часа стучит молотком по перилам подъезда, а вот и яростно пинает дверь квартиры соседей – пожилых людей. Вот, вот, ой, с каким азартом, гад ползачий. Это кошмар. Вот так ломает нам дверь, дверь сломал. Каждый день скандал, каждую ночь дебош. Если бы в Иванове был филиал ада, он располагался бы здесь. Жильцы измучены, страдают и пожилые люди, и взрослые, и маленькие дети. Дети, естественно, пугаются, просыпаются, как и все остальные жители подъезда. Спать невозможно, и тяжело, и сходить с детьми тоже страшно. Ребенок начал ходить в школу, и в будущем будет ходить один по подъезду без сопровождения. И уже задумываемся сейчас, как это будет происходить, потому что вот по соседству живет такой человек. С теми, кто делает ему замечание, у дебошира разговор короткий. У него на этот случай есть костыли и молоток. Он нас ударил, меня по голове ночью ударил, Анатолий, это, по руке, Анатолий, мне по руке. По лестнице, вот сейчас они вышли, а по лестнице все бегают бегом. А нам как жить-то? Вот попыталась с ним побеседовать, ну просто спокойно, хорошо. Он обтирал машину тряпкой. Какие-то химикаты для обтирки стекол, да. И вот он этой тряпкой взял, ударил меня в лицо. Ну кого, дети тут кругом бегают, где искать свидетелей, как себя с ним вести. Это беспредметный разговор. Другой раз, просто она просидела у подъезда, у меня ребята красили, лишала. Он вот поставил мне костыль на ногу, и вы можете представить, он давил. Он давил, вот, и сколько мне сил требовалось вот женщине в 70 с лишним лет от него увернуться. Он опасен просто, он болен. Вполне логично возникает вопрос, куда же смотрят правоохранительные органы. Жильцы отвечают, жаловались уже во все инстанции, но получают лишь отписки и переадресации в другие кабинеты. Полиция сначала приезжала, но это не произвело на соседа никакого эффекта. Он просто не открывает участковому дверь. На этом вся охрана порядка заканчивается. А на свое заявление от полиции жильцы получают еще одну отписку. Вот они здесь нам пишут. Ваше заявление разобрали и передали в жилищное коммунальное хозяйство. И жилищное коммунальное хозяйство пишут. Дополнительное сообщение. Там много написано. Дополнительное сообщение. В департамент вышеуказанный материал не поступал. Жители дома не устраивают самосуд, ожидая помощи. Они хотят лишь одного, чтобы пожилого инвалида освидетельствовали врачи-психиатры и дали заключение, вменяем ли он. Вот мы ходили со старшей по дому, вот с Верой Николаевной ходили на Акулова. Нам врач сказал, полиция имеет право привезти нас сюда, а привезут мы его в правильное лечение. Резонансный случай в Комсомольске, когда житель убил женщину, незадолго до этого жаловавшуюся на угрозы с его стороны в полицию, переполошил местных правоохранителей. Но было уже поздно. На Стрелковой все тоже может закончиться трагедией. Соседи не выдержат или дебошир в следующий раз посильнее ударит костылями и случится непоправимое. Просим считать этот сюжет официальным обращением в прокуратуру Ленинского района, чтобы проверили правомерность действий полиции и, возможно, вернули людям тишину и спокойствие в доме. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.